Друзья, всем доброго времени суток! Мы снова в Нижнем Новгороде и уже подоспели осенние новинки. На дворе конец сентября 2021 года. Новинок очень много. С одной стороны, хорошо, что они раскиданы по магазину, а с другой стороны, придется вам долго-долго смотреть этот обзор. И, кстати, сразу к вам просьба. Пишите комментарии, кто уже что-то приобрел из новинок и чем-то пользуется. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это кресло VATWIKEN. Мы снимали его в антитоварах. Это, как Дима говорит, новинка-старинка. То есть это тот товар, который уже был в ассортименте, но вышел либо под другим названием, либо в другом цвете, либо немного в измененной конфигурации. Стоит 16 тысяч обивка висла светло-серой и висла фиолетовой. Сразу хочу отметить, в принципе, висла неплохо эксплуатируется, но оно такое вот жестковато-грубоватое. Плюс, вот, наверное, даже на вот этой подушке будет виднее всего, как эта ткань будет себя вести в процессе эксплуатации. То есть вот эти все замятины. К сожалению, к фиолетовому мы не сможем. К сожалению, к фиолетовому близко подобраться не можем. Почему это кресло попадало в антитовары? Все просто. Смотрите, как низко находится само спальное место. Фактически, это высота надувного матраса. И вот само кресло. То есть конструкция очень-очень тонкая. И если чуть посильнее на нем приземлиться, от него ничего не останется. А ценник у него все-таки как кровать с матрасом. Поэтому, если у кого-то это кресло эксплуатируется хорошо, и они им довольны, расскажите, пожалуйста, как вы его эксплуатируете, что вы им довольны. Дальше. Land Sort. Трехместный диван-кровать. Он в категории низкий ценник. Мы давно его ждали в приход. То есть это такая, знаете, условная новинка, которая долго не появлялась в продаже. Значит, ценник 14 тысяч. Диван-кровать. Давайте смотреть, что можно за 14 тысяч впихнуть в диван-кровать. Дима, пойдем поближе, ткань покажем. Вот такая самая бюджетная тканешка. Вот здесь то ли изначально, то ли кто-то постарался. Но имейте в виду, что вот эти зацепки, они имеют место быть. И вот сюда еще переместись, пожалуйста. Вот. То есть здесь тоже прям заметно. Поэтому очень аккуратно. Возможно, кто-то применит данный диван-кровать в качестве какого-то офисного момента. Разложить. Будем раскладывать? Ну, это будет, наверное, взорваем. Ну, наверное. Давай просто тогда упомянем. Из плюсов. У него полноценная задняя стенка. То есть его можно использовать для разделения пространства. И, в принципе, вполне актуальный цвет. Единственное, что мне не нравится. Мне не нравится форма подушек. Они как будто вот недонабитые. Либо их вскрывать и сюда прям вот еще 3-4 подушки слем доделать, чтобы они были потуже, потверже. Тогда, может быть, как-то это будет лаконично. С другой стороны, если мы говорим про какую-то зону ожидания, например, в магазине, наверное, вполне возможно. Сейчас я присяду, скажу, как оно. Кстати, в плане сидения неплохо. Ни жестко, ни мягко, средне. Но, мне кажется, в процессе сна слой пенополиуретана, вот он. То есть вот это каркас. Вот это слой пенополиуретана. Он небольшой. И если постоянная эксплуатация, он довольно-таки быстро сомнется. Потому что, когда сажусь вот сюда, я прям попой чувствую палочку деревянную. При этом он на ножках. Ну, такой двойственный. С учетом ценника, наверное, можно и попробовать. Просто посмотреть, как это будет дальше эксплуатироваться. Пойдем? Два новых чехла на подушке. Именно такая осенняя меховая серия, когда приходит время менять аксессуары с лета на осень. И хочется чего-то теплого, уютного. 999 рублей. С одной стороны, здесь искусственный мех. Два варианта представлены. Серая и бежевая. С другой стороны, такая нежная бархатистая ткань очень напоминает санеллу. Почему говорю санеллу? Потому что по санелле я, скажем так, меряю плотность ткани. Где потоньше, где потверже. Внутренняя подушка, соответственно, отдельно. Сэкономить, как обычно, можете, используя в подушке селен по 45 рублей. Серого цвета очень похоже на цвет собаки-хаски. Такой волчий. И при этом, Дим, видно? Очень нежный, мягкий ворс. Я думаю, что он будет хорошо эксплуатироваться. Даже вот просто его встряхнув, он определенным образом, под определенным углом ложится. У серой задняя часть тоже серая. Подушки называются Мэ Тарфли. 999 рублей. Только чехол. Честно, стоят этих денег. Потому что искусственный мех именно в хорошем исполнении, чтобы он красиво, сочно смотрелся, это редкость. Дальше. Я думаю, мы дойдем и до отдела с подушками. Пиперенка. Чехол на подушку. Бархатный с двумя видами ворса. Стриженный ворс и гладкий ворс. То есть получается эффект атласа, такого атласного бархата. Я думаю, все помнят у бабушек атласные скатерти. Такие бархатные скатерти, шторы. Была мода в советское время. И матовый бархат. Ворс, в принципе, нежненький. И ворсинки ловить не будет. Стоит 699 рублей. Представлены еще в разных цветах. Если другие цвета в магазине найдем, покажем. И еще одна новинка, которая здесь лежит. Это вот такая красотища. Пантера. 54 сантиметра. 999 рублей. Такая красивая кися. Скажи, классная. Даже с хвостиком. То есть прям вот такая вот полная имитация. Чем хороши икеевские игрушки? Ну, фактически, Сима может делать все, что угодно. Их очень любят фотографы. Потому что они более-менее реалистичные. И ощущение животного настоящего. Друзья, к нам снова возвращаются диваны Вимала. В одном из обзоров, по-моему, это обзор был по какому-то из городов, мы показывали, что появился маленький диван Вимала, секция двухместная. И еще подголовник красивый черный, здесь, к сожалению, его не видно. Так вот, Вимала теперь продается полностью все, что вам нужно. То есть это отдельно угловая секция, отдельно боковушки, отдельно серединки и отдельно пуфики. То есть вы можете, в принципе, составить себе тот диван, который вы хотите. В качестве примера вот такой трехместный угловой диван будет стоить 73 тысячи. Трехместная секция стоит 55 плюс два подлокотника. Так, детали. Он из прокрашенной кожи крупно-рогатого скота. Гарантия на данный диван 10 лет. То есть фактически это аналог Литгульда, только побюджетней. И нет вот этой огромной массивности надуттости. Вимла вернулся уже второй или третий раз в ассортимент. И, в принципе, он всегда хорошо продавался. Не знаю, по каким причинам именно Икея его вывела и перестала продавать. Но те Вимла, которые были до этого, они всегда были, скажем так, в топе и постоянно участвовали у нас в продажах именно как в службе доставки. Прямо вот сразу от дивана Вимла, далеко не уходя, бумажный торшер из рисовой бумаги. 999 рублей. Очень давно и долго ждали, чтобы что-то подобное вернулось. 136 сантиметров. Вик-к-ле-би. Ручная работа. Мягкий рассеянный свет будет проходить через абажур. Одна лампочка. Если раньше, например, старые торшеры Дуделлера, там было 3 или 4 лампочки, здесь одна. То есть это интерьерный рассеянный свет, маленькие тонкие ножки. И, пожалуйста, имейте в виду, что если у вас дома есть животные, кошки, маленькие собачки, дети, которые могут это потыкать, то есть это очень нежная вещь, и она быстро может прийти в негодность. То есть один раз ткнули, все, абажур вы уже не восстановите. И он, кстати, довольно-таки легкий. Поэтому, кто любитель рисовой бумаги, пожалуйста, чистить только сухой щеткой. В противном случае на нем будут разводы. Так, мы еще не уходим из этого отдела. Здесь еще лежит одна интересная новинка. И очень надеюсь, что эти новинки будут постоянно приходить и быть разного цвета. Итак, искусственная шкура. 700 рублей. Тофт Лунд. 55 на 85. Очень классно смотрится с эстрадмоном желтым. Из плюсов. Довольно-таки плотненький мех. Ровно смотрится. Можно в две стороны, получается, два оттенка. И вот основание. За этими шкурами легко ухаживать, необязательно сдавать химчистку. Можно просто постирать. В отделе придиванных, прикроватных, журнальных столов тоже появились дополнительные новинки. Гладом. В принципе, это не новинка. Появился новый, лаконичный, красивый бежевый цвет. У Икеи фактически нет ни одного стола такого вот серо-коричневого оттенка. Он очень актуальный. Очень много интерьеров сейчас делают с такими акцентами. Именно осенний трендовый тонат. Стоит также 1299. Ничего не поменяется. Металлический поднос. Съемник. Поэтому смотрите, появился он у вас, не появился в магазинах. Но, как показывает сайт, вроде есть практически по всей России. Дальше. Линейка Боргеби. Березовый шпон. Березовый шпон довольно-таки давно продается. Ну, больше полугода точно. И появился такой же стол в черном цвете. Мы сейчас покажем на примере березового шпона, потому что его лучше будет видно, чем черный. Он 70 сантиметров. Стоит 7 тысяч рублей. Высота 42. И высота свободного пространства между ножками и полом 6 сантиметров. Довольно-таки легкий. Здесь большое отделение для какого-то хранения журналов, книги, рукоделия. То есть вы можете использовать его прям вот как надо. Складывая туда, ничего не вывалится. И именно новинка в черно-коричневом цвете. Я бы даже назвала его больше черным, потому что оттенков коричневого здесь в принципе нет. Единственное, что к черному рекомендовала бы использовать, может быть, в цвет или в контраст какие-то салфетки. Потому что на черном малейшие царапины будут заметны. Соответственно, если это будет заметным, ну, будет, скажем так, доносить какой-то дискомфорт, когда вы будете им пользоваться. Так, друзья, я нашла вам интересные коробки. Набор коробок из Тополя Инсвеп. 499 рублей. Вот, наверное, даже лукошками можно назвать. Сделано в Китае. И все это дело полностью из Тополя. Больше, в принципе, ничего нет. С ними нужно быть аккуратными. Потому что вот эти зацепки вы можете нахватать за нос. Еще одна новая коробочка из бамбука. Это значит, что можно использовать в ванной, можно использовать на балконе, можно использовать на улице, в холодных, влажных помещениях. 999 рублей. Коробочка называется Небиг. Сделана коробочка в Китае. Максимальная нагрузка 3,5 килограмма. Глубина 26, ширина 17, высота 15. Фактически в ванной, в маленькую такую коробочку, можно спрятывать все женские штучки. И чтобы они не раздражали домашних, что они лежат везде, где ни по пути. В серии Экет появилась новинка. Бледно-розовый, красивый оттенок. То есть фактически это тот же Экет. Те же 35 сантиметров. Но сам цвет, такой пудрово-розовый, которого давно не хватало. Когда хочется сделать полутонами и такую нейтральную комнату. Поэтому цвет очень популярный. Его заказывают, заказывают много. Имейте в виду, кто хочет такой необычный Экет, обратите внимание. И еще пойдем-пройдем. Экет появился в зеленом-мятном цвете. И он очень классно сочетаться будет с комодами из серии Сканевик. Светло-зеленый 35-35. Здесь уже шкафчик стоит 1400. И направляющие 200. То есть тот 1400-розовый, а этот 1600. Разница есть. По глубине, по-моему, они одинаковые. Или ошибаюсь? Одинаковые? Ну, оттуда, наверное, и разница в цене. В общем, появился еще красивого нежного мятного оттенка. Поэтому, если вдруг Икея нам решит расчедриться на низушке, я думаю, люди будут покупать это более активно. У Икеи наконец-то появился холодильник для маленьких российских квартир. Либо для каких-то съемных студий. Но хотя, в принципе, люди стараются более высокий покупать. 116 и 51 литр – это внутренняя часть морозилки. Высота общая 142 см, глубина 54 см, ширина 50 см. Объем холодильника 116 см, объем морозилки 51 литр. Значит, здесь стандартные разделители. Один, два, три полочки. Ящик под овощи, фрукты. Ну, очень маленький, он прям детский. И морозилка. Морозилка на два ящика. Сие удовольствует стоит 17 тысяч рублей. Интересно, это нормальная цена в такой холодильник? Большой? Пойдем покажем новый фасад. Среди фасадов VoxTorp появился новый цвет. Под дуб. Очень красивый, рифленый, довольно-таки неизбитый, со структурой дерева. Прямо рельеф, рельеф. Откроем? Заглушки. Обратная сторона полностью гладкая. Соответственно, если фасад появляется, он появляется сразу во всех размерах. Вот я не знаю, сможешь ты сейчас поймать или нет камерой. Но вот здесь. Шпон. Крылья. Поймалось? Так, сразу нашли новую столешницу Vreno. Тоже дуб, шпанированная. Размер 186 на 2,8 толщина. То есть это стандартная киевская столешница. Вот она на срезе. Обратная сторона. В принципе, у Икеи очень много такого плана столешниц. Так, соответственно, поверхность у нас слой древесины, дуба. А основная часть ДСП. Поэтому, кто уже такие столешницы взял, расскажите, как по эксплуатации. Но выглядит вполне прилично. Одинарная врезная мойка из нержавеющей стали. Стоит она 4,999. Цена вместе с сифоном и выпуском будет стоить комбинацией 6,90. То есть вся комбинация, выпуск и внутри сифон, это уже дополнение. Размер 56 на 46. И глубина. Так, получается, минимальная ширина 20, максимальная ширина 32. Минимальная высота 84, максимальная высота нет. Упаковка 46 см. Ну, в принципе, глубокая мойка. Мне кажется, вполне хватит. Вот там вижу новую встроенную стиральную машинку за 70 тысяч рублей. Давай разбираться, что здесь. Сделано в Италии. Сейчас ее визуально посмотрим, а потом закроем и посмотрим по описанию. То есть машинка, соответственно, идет без столешницы. Она сразу встраивается. Встраивается в корпус кухни. Вы ее спокойно закрываете, и она вас не беспокоит, и вы ее не видите. Стоит она 70 тысяч рублей. Машинка называется ТВ-ТАД. 5 лет гарантии. Функция пар. У машинки данные есть. Эко, хлопок, синтетика, деликатная пара, джинца, шерсть 8 килограмм. Так, загрузка при сушке, соответственно, от 4 до 3 килограмм. И выбор скорости вращения до 1600. То есть такая довольно-таки большая мощная стиральная машинка. И сюда можно уже более крупные вещи погрузить. Не знаю, конечно, как в ваших городах, но у нас уже начинает появляться зимняя коллекция Винтер 2021. И судя по тому, что здесь у нас зелененькие елочки, вот прям... Я не знаю, Дим, насколько мы с тобой можем поспорить, но у нас опять будут елочки в виде ершиков в новогодней украшательной коллекции. Но мы это будем снимать уже в Краснодаре. У меня в руках салфетки кухонные 3 штуки. Орнамент дерева, белый и зеленый, цена 129 рублей за 3 штучки. Рисунок одинаковый. Они из целлюлозы, в принципе, подходят для протирания поверхности. Честно, таких салфеток тьма в любом хозяйственном магазине. Не пробовала, не тестила. Кто попробовал уже, девчонки, скажите, есть ли разница, например, с той же Фракенбок, либо Чистюлей, которая продается по России во всех магазинах с бытовой химией. Потому что у меня такое ощущение, что я немножко переплачиваю. Вот, в принципе, данная новая серия УП Датера, я думаю, заслуживает даже отдельного обзора. Но она еще представлена не вся, поэтому мы ее сейчас покажем в обзоре новинок, а потом, когда уже будем снимать в Краснодаре, надеюсь, что они ее выложат оперативнее, чем наш Нижний Новгород. Итак, поехали. УП Датера представлена в дереве и в пластике. Вот сейчас маленький из светлого бамбука лоток 10 на 50 стоит 499 рублей. Такая вот лодочка. Я думаю, можно использовать не только для хранения ножей, вилок и ложек, а для каких-то канцелярских принадлежностей или еще чего-то. 700 рублей лоток УП Датера 20 на 50. То есть, по факту, это два лотка, а по цене намного дешевле. Дальше. УП Датера. 20 на 31. 99 рублей. Кстати, мы ее цапнем с собой. Она очень хорошо встанет в тумбу Аликс в качестве разделителя под мелкие штучки. У нас тумбы Аликс дети используют в письменных столах. Следующее. Лоток для ножей. 249 рублей. 20 на 50. И смотрите, чем он еще дополнительно оснащен. Можете ее убрать. То есть, это место вообще фактически под ручки у ножей. Если ножи, например, с большими ручками, либо оставить, если ножи с мелкими ручками. 250 рублей 20 на 50. Это уже пластик. Дальше едем. Подставка для специй. 20 на 50. Судя по всему, это вот тоже прилагается сюда. И выглядит вот так. Сюда складываются баночки, чтобы они не катались. Обратная сторона. Тоже рифленая. Пластик средней плотности. При желании, наверное, можно подрезать. Если в длину не умещается. Но было бы желание. Но если у нас клиенты нашей службы доставки про икеи умудряются резать даже варьеры плотную, это уж точно сможете будет отрезать. Дальше, смотрите, давно такой лоточек ждался. Съемный лоток. 25 на 50. Можно использовать с другими органайзерами у БДАТЕРА, чтобы использовать весь объем ваших кухонных ящиков. То есть, фактически, вот когда вам, например, не хватает немного места, вы просто берете такой лоток, подставляете его под низ, и вот это оставшееся пространство занимает место, и фактически у вас получается разделение. Стоит он 169 рублей. Так, здесь мы показали все. Дальше. Ну, давайте будем честными. У меня такое ощущение, что у БДАТЕРА приходит на место лотков варьеров. Как бамбуковых, так и пластиковых. По качеству чуть потоньше, но дешевле. 249 рублей 32 на 50. 1, 2, 3, 4, 5 отверстий. Обратная сторона, даже такие же силиконовые стопорки по поверхности. Это еще не все. Мы сейчас переместимся вот сюда. Большой бамбуковый лоток 52 на 50. Стоит полторы тысячи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 отверстий. Обратная сторона. Причем оттенок отличается. Если варьера была такого красивого, кремово-шоколадного оттенка, то здесь более светлые оттенки. Пойдем дальше. 399 рублей. У БДАТЕРА. Держатель, подставка для столовых приборов. 12 на 12. Здесь 4 отделения. Очевидно, подразумевает, что можно подвесить, например, за рейлинг, а можно просто поставить на стол. К сожалению, лоточек вот этот нижний не достается. То есть, если вода скапливается, придется сливать и вытирать. Стоит 400 рублей. Дальше. Перфорированная панель для ящика у БДАТЕРА стоит 799 рублей. Сейчас попробую ее найти в упакованном виде. Так, 77. 77. Вот как она выглядит в упаковке. И вот что подразумевали дизайнеры, когда нам их создавали. То есть, когда у нас нет места для хранения, где-то, например, наверху, в середине, можно это разместить в ящике. Здесь специальные держатели, которые разделяют посуду. То есть, мы не как обычно кучей стопочкой храним, а здесь, смотрите, под мелкие миски, под средние тарелки и держатели для больших тарелок. В принципе, штучка интересная, и я думаю, она будет востребована и будет довольно-таки долго продаваться. Так, Икея обновляет линейку матрасов. Названия меняются, ценники меняются, плотности состава. Вместо любимого нашего матраса Малфра, с которым мы всегда вам рекомендуем, появляется новый матрас Осванг. Он очень популярен именно в 80-м размере, потому что его берут для кушеток Хэмнос. А кушетки Хэмнос сейчас в сентябре по Икея Фэмли с довольно-таки приличной скидкой. Поэтому из 80-ки приходится бегать. Он только в жестком виде, только в одном исполнении, по-другому нет. Он не является двухсторонним, как, например, были раньше матрасы. Вот, кстати, Малвик, например. Мы можем повернуть на ту и на другую сторону. Данный матрас уже не можем. Это матрасная ткань. То есть она не предназначена для того, чтобы сверху на ней спали. Соответственно, это удешевление. Здесь у нас один слой пенополиуретана. Расстегнуть, к сожалению, невозможно, потому что там спрятано. И здесь вот она волнообразность. Вот такие вот пипочки. Очень жалко, что убрали Малвр с двухсторонней. Было очень удобно. С одной стороны был матрас жесткий, а с другой стороны матрас был мягкий. Ну, такой средней жесткости. Кому на какую сторону нужно было, на то и миксовали. Но что есть, то есть. Либо просто смотрите матрасы в каких-то других магазинах, не в Икеа. В детской серии появился новый рюкзак. Стартиз на 12 литров, черно-красный. Очень напоминает рисунок под черепаху. Поэтому, я думаю, дети фанаты черепашки-нидия его оценят. Родители оценят ценник. 12 литров 999 рублей. Во-первых, внутри непромыкаемый. То есть, если чадо что-то пролило, либо оставило еду в рюкзаке, всегда можно привести в порядок, постирать. Дальше. Из минусов. Неглубокий сам карман, то есть не расстегивается дальше. Но, с одной стороны, возможно, это и плюс. Здесь боковые кармашки под бутылочку с одной стороны. Причем кармашек сложенный. И когда надо, он просто вот так будет расширен. Внутри у нас большое отделение. И маленькие. Один. Получается раз кармашек, два кармашек и большой кармашек. Как школьный рюкзак, конечно, я его не порекомендую, но как какой-то дополнительный вполне можно использовать. Благо, ценник адекватный. Появился набор деревянных кубиков 40 штук. Стоит 800 рублей 799. Ундерхола. Давайте разбираться. Во-первых, вот так сначала покажу. Чтобы вы понимали, что здесь. Во-вторых, сама пирамидка. Очень не хочется ее рушить, а и не получится. Она приклеенная. Вообще приклеенная. Смотрите, значит, колышки все аккуратные. Все со скошенными углами. Что-то мне это напоминает прямо наше советское детство. В начальной школе были подобные наборчики. В руках подержать, увы, никак. Ну, по крайней мере, все безопасны. Даже у треугольных крыш скошены углы. Жалко, что приклеили. В детской серии, точнее сказать, в подростковой, в размере 150 на 2, появилась новая постелька с машинками. Стоит 999 рублей. На таком серо-синем фоне, темно-синей машинке. Это мальчиковый вариант. 122 ниточки плотность. 100% хлопок. Для тех мальчишек, которые говорят, что я не хочу никакую цветную постельку. Пододеяльник без клепочки. И обычная стандартная наволочка. Ну, прям вот совсем такой вот брутальный-брутальный мужской, без чего-либо лишнего. Сейчас посмотрим, где сделан. Сделан в Патистане. Кстати, здесь как будто бы он зеленый. Еще одна постелька уже в полоску. Тоже такая лаконичная. Кстати, возрадует, что Икея начинает возвращаться к стандартным таким сканди-рисункам. Это над-сленда. 150 на 2 полоска, разноцветный. 122 ниточки. Все то же самое, что у комплекта с машинками. Стандартный полосатый рисунок очень напоминает такой матрасик. Еще один комплект постельного белья. Но это уже более девичий. 1999 на сером поле ромашки. Во-первых, он двухсторонний. Ой, их тут сразу два. С одной стороны вот такое белое поле со светло-серыми ромашками. Видно? С другой стороны потемнее, с более крупными ромашками. Пододеяльник на лентах. Подушка тоже двухсторонняя. Уже 190 нитей. Более плотная. Ценник практически можно сказать, как раньше был у слеоцелом постельки. Сделан в Бангладеше. Еще одна постелька. Точнее сказать, их сразу несколько. Вен к Рец. 999 рублей. Немножко... Вот на сайте он прямо кипен белый. Фактически он такого бело-серого оттенка. Грязноватый. С одной стороны, имейте в виду, что он уходит... Это похоже на волочка. Потому что, ну вот, не совпадают оттенки вообще. Здесь более белый, здесь более бежевый. У меня ведь не галлюцинация. Да нет. Значит, одна сторона желтая. Здесь тоже будет 120 ниток. 122. Все то же самое качество, как у машинок. И еще одна постелька. Ее пока нет в наличии. Коробочку показать не сможем. Барендром получается. 152 нити. Хлопок. Значит, что по рисунку? На белом фоне груша, елки, белочка с орешком. Пододеяльник на замке. Ну, в принципе, он... Что с одной стороны рисунок, что с другой. Мягкая игрушка тигр. 27 сантиметров, 700 рублей. Му-на. Вот такой тигренок. С красивыми кари-голубыми глазками. Дальше баскетбольный, волейбольный мяч. Теннисный даже. Ну, для теннисного, конечно, он великоват. 499 рублей. Желтого цвета. Поверхность бархатистая, но очень сильно собирает мусор. Вообще, киевские мячики, это безопасно. Когда хочется дома пофутболять, по крайней мере, вы ничего точно не разобьете. Пойдем к крокодилу, к пантере и к маленькому слоненку. В IKEA очень сильно обновилась коллекция игрушек. Итак, у нас есть огромный слон, слон-папа. 1300. Он как стоил, так и стоит. А появился еще маленький слоненок. С совсем маленьким слоненком. Стоит 999 рублей. Лед-дюр. Слон серый. Два слоненка, совсем малый шарик и слоник побольше. Помните, мы с вами в самом начале смотрели пантеру большую. Есть еще пантера, малый шарик. Стоит 700 рублей. Но на самом деле, если сравнивать размеры, то разница, конечно, очень приличная. Два маленьких слоника 1000, либо огромный слон за 1200. Но здесь ценообразование уже ставит магазин. Еще одна интересная игрушка, какой никогда не было на нашей памяти, это аллигатор. 80 сантиметров. Настоящий зеленый крокодил. С зубами. Вот все как надо. Сидит где-то в ниле, в засаде охотиться. Эт-те-мет. 80 сантиметров. Прям такой хороший, полноценный. Со всеми нюансами. Даже хвост на бочок. Причем хвост здесь специальным образом сшит, что он возвращается обратно. Дим, давай развернемся. Сзади тебя есть пятнистый леопард. Правильно называют хоть? Леопард бежевый. 80 сантиметров. Стоит 1300. Прям как живая кися. Это еще не все новые мягкие игрушки. Для любителей пофутболять появилось два вида мячиков. Точнее сказать, вот эта новинка старинка. Вот эта мягкая игрушка, она уже давно в ассортименте. Вернулась снова. Он скат. Американский футбол. Коричневый. Стоит 300 рублей. Такой мяч для американского футбола. Дальше. Мячи появились снова из парка. Они продавались 5 лет, 8 точно назад. Были еще красные. Но потом долгое время вообще пропадали. Сейчас появились белые. Появились снова зеленые. Стоит также 300 рублей. И главное, появились маленькие мячики за 149 рублей из парка. Которые можно уже мальчишкам поменьше покупать. Ну и не только мальчишкам. Помимо этого, вернулся снова баскетбольный оранжевый огромный мячик за 799 рублей. И киевские игрушки безопасны полностью. Их можно брать для детей любого возраста. И не бояться, что что-то случится. Дальше. С левой стороны к нам вернулись вот такие сердечки. Вот их точно продавали лет 6 назад. Мы их одно время покупали на подарки нашим клиентам. Когда только, наверное, начинали работать. Поэтому даже раньше они появились. У них складываются ручки. Стоят 149 рублей. И одно время на них был бум. Их покупали, как валентинки. Маленькие игрушки. Слоники, бегемотики и львы. Все по 99 рублей. Из раздела низкая цена. У них хвост больше, чем сами игрушки. Это львенок. Это слоник. И это бегемотик. У нас у Алены были такие игрушки. Мы их куда только не использовали. Кстати, можно подвешивать их к мобилю. Они очень маленькие, мелкие и удобные в детских ватт руки. Ундерхолы. То, что мы с вами смотрели колышки. Появились часы. Кстати, очень классные. Легко учить с детками время. Здесь они на подставочке. Если вы не хотите ставить, вы можете подставку сложить и подвесить на стену. И спокойно с ребенком можно учить секунды, дневное время и ночное время. И они при этом еще полностью безопасны. 449 рублей. В серии Дуктик тоже обновление. Это детская посуда. Она реально полностью аналог настоящей. У нас играла ей старшая дочка. Перешло по наследству к младшей. И мы потом уже, сейчас Алене неинтересно, отдали дальше по наследству. Игрушечный набор. 600 рублей. Чайный из трех предметов. Это чайничек. Это, условно, сахарничка. И сливочник. 600 рублей. Дальше набор 4 чайных пары разного цвета. 600 рублей. Вот они. Маленькие керамические чашечки с блюдечками. И набор именно тарелки-миски. 8 предметов. То есть 4 миски, 4 тарелки. 799 рублей. Раньше это продавалось одним большим набором. Сейчас эти я разделила. И получается все-таки чуть побюджетнее, чем покупать сразу кучкой. Макет города. 10 предметов. Здесь можно составить прям целый город свой. Разукрасить его. Это все из картона. Удобно складывается. Не нужен клей. Стыкуется все между собой. Можно разукрасить и сделать под себя. То есть фактически это детское творчество, которое очень классно развивает детей. Смотри, что сделали из пюсла дизайнеры. Интересно, каким образом, на каких трафаретах это делали. Потому что очень красиво смотрится. Прям такие живые-живые панды, бамбуки, слоники. И это не трафареты, которые базовые у Икеи. У Икеи появился странный предмет. Вроде ложка, вроде лопатка. Сделана из массива бука, покрыта маслом, сделана в Китае. Названа ложкой. Ложка УП ЛИВАТ. Стоит 99 рублей. Честно, я не знаю, куда это применить. Поэтому, кто уже довольно-таки веселый смайлик приобрел, расскажите, куда будете использовать. В линейке ОВЕРМЭТ появились силиконовые крышки. Набор из двух штук стоит 399 рублей. Это зеленая и оранжевая. Вот они, зеленая, как большая шапка. И вот оранжевая. На контейнер поменьше. И на один большой контейнер, я думаю, это будет даже на форму микстур можно будет натянуть, либо на какой-то из маленьких противней, стоит 399 рублей. Размер 21 на 30. Фактически формат А4. Тоже 400 рублей. Не знаю, для меня эти крышки спорные, потому что я не считаю их прочными. Они довольно-таки быстро, вот даже здесь видно, приходят в негодность, заляпываются, к ним все прилипает, и они рвутся. Но есть клиенты, кто у нас их заказывает, кому нравится. Возможно, мы просто не смогли с ними подружиться. Но тут уже каждый решает сам. Как я уже говорила, Винтер 2021 потихоньку начинает приходить в баночки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, с восьмиконечной звездой. 329 рублей вот в такой коробочке. Каждый год они выходят с разными орнаментами. В этот раз вот такие звездочки. Фактически это те же банки. А, теперь они уже Вардагин называются. Окей? Потому что они были одно время баночками кордов. На 0,3 литра, на 300 мл. Берут под варенье, под мед, под орешки, под всякие интересные мелочи. Обычно до распродажи доживают. В этом году посмотрим. Икеюшка порадовала нас еще одной новинкой. Пытаюсь с ней справиться. Не особо удачно. Значит, это контейнер с крышкой и разделителем. Аж 599 рупий. Стоит, ценник я считаю высоковатый, 0,7 литра. Давай смотреть. Силиконовая крышка. Разделитель. То есть можно использовать как большой объем. Можно разделить. Вот здесь нареканий нет. Все хорошо, крепко. У меня нарекания к крышке. То есть я, например, положила, я не знаю, сюда салатик, сюда котлетку. Но как-то она у меня не закрывается плотно. Поэтому кто уже взял и кто уже пользуется, расскажите, удачно или нет. Следующий контейнер для продуктов Икея 365 наконец-то стали появляться из нержавеющей стали. Можно сразу приготовить в духовке, остудить и взять с собой, не перекладывая. Интересно, крышки к ним подходят? Ну давай, кстати, раз лежит здесь. И он просто... Да, удобно. То есть вы в нем можете и хранить, и перемещать, и готовить. Контейнер стоит 399 рублей, крышка 140. Ну я считаю логичнее, чем вот этот контейнер с очень невыговариваемым названием Хальварм. Хрен вам. Вот так звучит компейнер. Продолжаем выискивать новогоднюю коллекцию. Винтерснё 20 на 28. Поднос за 179 рублей. Я думаю, 100% сделан в Болгарии. Да, только Болгария поставляет Икея подносы. Стандартная икеевская подносная классика, только с новым рисунком. Кстати, удобный размер для каких-то маленьких перемещений, либо дополнительного хранения. Бумажная салфетка Винтер 49 рублей за 30 штук. 24 на 24. Вот как мне подсказывает опыт, вот эти салфетки разберут быстро. Салфетки интересные, необычные. Все четыре стороны, разный орнамент. И я думаю, декупажники, которые любят украшать, оценят вот эти свечки. Возвращаем на место, на историческую эрозию. Мы только что с вами смотрели поднос Винтерснё. Ему в цвет есть салфетки. Размер 38 на 38. Цвет зеленый, 129 рублей за 30 штук. Стандартная бумажная икеевская салфеточка. И Винтер 2021. Такого же размера 38 на 38, 30 штук. Белые салфетки, ну с такими зелеными веточками. Плюс еще белые с красной полоской салфетки Винтер 33 на 33 за 99 рублей. И Винтерснё рисунок бежевый. Это уже для более таких традиционных новогодних интерьеров. 99 рублей за сколько штук? За 30 штук. Линейка Ферглав. Мы про эти кружки, про эту посуду вам рассказывали. Теперь стала появляться еще в традиционном бежевом цвете. Именно такой светлый бежевый оттенок. Если рядом с белым положить, то получается такой классический молочный цвет. Довольно-таки уютный оттенок. Ну, давненько у икеи не было такого цвета кружек. Потому что икеи либо яркие, либо что-то мятное сейчас, либо белое. А вот именно чтобы такая бежевая пастель, я думаю, они будут пользоваться популярностью у покупателей. Я нашла очень интересную штучку. Называется бамбуковая трубочка. Внимание обратила на сайте и в накладной, когда клиент делали заказ. Бамбуковые трубочки, трубочка и чистящие щеточки. 349 рублей. Две щеточки, 12 трубочек. Диаметр разный. Сделано у нас это во Вьетнаме. Для того, чтобы минимизировать, помимо того, что от пластиковых трубочек икеи отказалась, еще и минимизировать бумажные. Потому что бамбуковых хватит надолго. Слушай, ну, интересное решение. Заодно и почистить можно. Удобно. Потому что если щеточек бы не было, я думаю, его бы выкидывали. А здесь купил, почистил, посушил, на место положил. Я думаю, Дима согласится, что-то это напоминает. Это уже было. Ведро для шампанского. Дороговато. Скажу, можно найти бюджетный. 2000. Нержавеющая сталь. 20 см и 22 см. Такая чашка раньше стоила полторы тысячи. Ее клиенты называли чашкой для купания. Здесь фужеры. Значит, 22 см 3000 и 20 см 2000. Классическое ведро для шампанского. Пипренко. Чехол на подушку. Мы с вами в начале обзора смотрели розовый. Теперь появились еще бежевый. И голубые. Это санелла. Потому что должны быть еще другого оттенка. К сожалению, здесь пока не представлено. Белый плед Ивали. Решили вот так его нам продемонстрировать. Повесить на стоечку. Стоит 800 рублей. Дырявый. Дальше некуда. Размер 130 на 170. Он из полиэстера. Но здесь есть лиоцел, акрил и полиэстер. Поэтому, в принципе, мягенький. Поэтому, я думаю, может быть, будет даже и такой вот приятненький в качестве укрывашки. Плед очень похож на... На В пледы называются. На ворель. Вот. Ну, по сути. Тут мягенько, здесь мягенько. Называется Керсти 150 на 2. С кистями. Кисти, кстати, очень удачно закручены. Что они не сплетутся между собой. Можно использовать на обе стороны. За счет вот такого плетения он кажется прям объемным-объемным. Фактически, люденький-тоненький. Стоит он 2500 вот в такой упаковке. Сейчас посмотрим, кто сделал. Сделал Китай. Волокрасик. Темно-золотой, коричневый. Еще есть серо-бирюзовый. 1300 хлопок. Такая вот помятая покрывашка. Цвет красивый осенний. Цвет охры. Кстати, плед, который мы только что с вами серый смотрели, есть еще и в таком вот золотистом цвете. Золотисто-желтый. Золотисто-желтый интереснее смотрится. За 2000 появились шторы Муалина. Цвет желтый. Очень имитирует Анукасию. Анукасию, но тоненькие. Очень тоненькие. Но при этом я зиму не вижу. Я вижу только светильники. Поэтому, возможно, будет вполне приличная замена, когда нужны бюджетные шторки такие под легкую рогожек. Потому что мы купили Анукасию домой в темно-синего цвета. Да, они плотные. Они не пропускают солнечный свет. Прям полный блэкаут. Это просто прикрыть. Всем фанатам ткани Майгул, шторм Майгула посвящается. Пока цвет только серый и бежевый. Самые популярные цвета у Майгула. 599 рублей за размер 1,5 метра на метр. Ширина 1,5 метра. Соответственно, дальше длиной. Как вам удобно. Вот сама ткань в рулончике. Ткань очень нежная. Я просто знаю, что из Майгула люди хотели другого размера шторы делать. То есть то, что не соответствует акеевским размерам. Кто-то планировал подушки, какие-то драпировки делать. Очень радует, что Майгул теперь появился. Интересно, есть кто сделал? Турция. Так, в отделе постельного белья наконец-то стали появляться новинки. Энгслия. Энгслия уже давно в коллекции. Появился светло-бежевый цвет. Цвет светло-серо-бежевый. Вот она в пачке. Китай. Два размера. 1300 стоит одна спалка. 1800 стоит двух спалка. Плотность 125 нитей. На вот таких клепочках. Следующая новая постелька. Едмелва. Наконец-то Едмелва теперь не будет спор. Мне у мужчин и женщин хочу в огурцах. Мужчина говорит, нет, я не хочу на такой цветной постели спать. Лаконичного светло-бежевого оттенка с легким белым рисунком. Его не сильно заметно. Двух спалка полторы, одна спалка 1200. 122, 1200. 152 нити. На чем пододеяльник? А нет, на клепках. Сейчас посмотрим, кто сделан. Россия. Кстати, можно поближе камеры? А здесь что-нибудь можно прочитать? Сломай глаз. Этикетка называется. Следующая. Триндстар. Бежево-белый. Тоже два размера. 1300 одна спалка, 1802 спалка. 152 нити. Уже поплотнее. Тоже на клепочках. Кстати, вот сравнить с едмалого. Ценники одинаковые. Ну, как одинаковые? Не совсем одинаковые. Все-таки разница есть. Когда поплотнее, ощущение более нежной ткани. И брункс ри. Брунк. Рисла. Коричнево-бежевый. Интересный в оттенке. Сейчас найду упаковку. Если найду. Вот она. Потому что, в принципе, брунк-рисла довольно-таки популярная по стилю. Ее любят и мальчики, и девочки. Особенно те, кто... Вот это вообще сканди-стиль. Это классика икеевская, когда переходы цветовые, просто прямоугольники, квадратики, нежные оттенки. Красиво, лаконично смотрится, хорошо эксплуатируется. Сделано в Китае. И сейчас скажу, что у нас убран стилы по ниточкам. 152 ниточки. Все на клепочках. Иетмалва в синем цвете. Все то же самое, только темно-синий оттенок. Кстати, у клиентов довольно-таки популярный. С того момента, как появилась, в заказах принимают участие постоянно. Следующая постелька с интересным орнаментом, бежево-серая, это энгсклока. Однушка стоит 2 300, двушка стоит 2 999. Наконец-то в постелях перестали быть дырки. И можно что-то выбрать. Китай. Сейчас посмотрим, сколько нитей. 250. Очень плотные. Вот по ощущениям, как будто с лиоцелом. Но заявлено 100% хлопок. Довольно-таки плотная постелька. Пойдем поближе покажем. Пододеяльник на пуговке. Пуговка обтянута тканью. И я думаю, будет очень классно эксплуатироваться. Ощущения очень классные. Прям такой нежнучий. И еще нет малого. Когда мы не знаем, к какому цвету нам определиться. К светлому, к темному, пожалуйста. Бежево-темно-серый. Фактически даже ближе к черному орнаменту. Все то же самое. Двушка-полторы. Однушка 1200. То же количество нитей. Тот же способ крепления пододеяльника. В комплект постельного белья три предмета и четыре. Подожди. Три предмета. В комплект входит простыня, наволочка и пододеяльник. Ого! В общем, с простынями. Комплекты, когда вы хотите целиком. Но качество так. Средневато, тонковато. Потому что однушка стоит 1200, двушка стоит полторы. При этом в комплект входит простынь. Количество нитей 132. В принципе, плотность нормальная. Но что-то меня смущает. Ткань кажется все равно более тонкой. И где-то... Будет стопроцентно что-то не так. Почему? Потому что не может постель стоить по цене столько же, сколько без простыни. Ну, во-первых, вот она простынь. Ну и поближе покажем. Она, соответственно, ненатяжная. Полупрозрачная. Ну, прям тоненькая. Лучше взять отдельно постель и отдельно простынку. Сейчас скажу, где сделали. Сие счастье сделано в России. Простыня банная. Валасон. 150 на 100. 700 рублей. Очень похоже на пледик. Кстати, фотографы, вот вам идея, как можно взять довольно-таки бюджетные пледики для интерьеров. Цвет такой вот желтый и такой приличный, довольно-таки коричнево-бежевый. Почему говорю для интерьеров? Если это отпарить, это можно использовать уже не как простынь, а это выглядит совершенно по-другому, как палантин. Поэтому берите на задумку. Я думаю, пригодится. Коврик Альмтиен для ванны 1699. Вы знаете, что эта серия очень обширная сейчас. Белая, черная, розовая, бежевая. Теперь еще и темно-синяя. Серия себя очень хорошо зарекомендовала. Единственное, что со временем козьи тропы появляются. Дим, пожалуйста, не отключайся. Пойдем в холстблок. Теперь он у Икеи есть. Есть официально вот здесь. Во-первых, вот такое ведро для уборки и контейнер складывается. То есть сюда можно сложить все штучки для уборки. А это длинное прямоугольное ведро для швабры. Стоит 799 рублей. Из довольно-таки приличного пластика. Занимает, я считаю, что немного места. К швабре сейчас мы перейдем. Прежде чем перейдем к швабре, хочу показать вот такую классную штуку. Стоит 590... Нет, 349 рублей. Вставка в мойку складная. Вот давайте ваши комментарии. Зачем она нужна? Вот вы ее поставили в раковину. Ну, что вы не будете делать? Мне интересно. Я не буду говорить свои мысли. Давайте вы напишите в комментариях, потом пообщаемся по этому поводу. Кто бы для чего это использовал? Можно еще и повесить. Швабра, про которую, наверное, рассказали все, кто хотели, кроме нас. Швабра себя довольно-таки уже хорошо зарекомендовала. Клиенты довольны. Стоит 799 рублей. Чем же хороша швабра? Вот она в сложенном виде. И насадка, но, соответственно, должны быть в перчатках. Если у вас здесь рядом ведро, она ее отжимает. А дальше повернули и моем снова пол. Насадка съемная. Легко с помощью кнопки меняется. Сама швабра, повторюсь, стоит 800 рублей. Сама швабра 800 рублей. И губчатая насадка из двух штук стоит 290 рублей. В чем отличие от обычных, которые продаются в хозяйственных магазинах? Да, это такой же спененный материал, но он не требует вымачивания. Соответственно, у него уже хорошая пористость, и он будет хорошо держать влагу. И это еще не все. У Икеи на самом деле появилось очень много штучек для уборки. Появляться они стали уже летом. Всевозможные губочки, тряпочки, про которые мы с вами говорили. Набор чистящих щеток 249 рублей. Чистящая щетка из жесткой щетины на длинной ручке, которую удобно далеко доставать в узкие края. И широкая щетка для похожей уборки. Я знаю, что многие клиенты берут для чистки одежды. Жесткий ворс не травмирует, хорошо очищает. Едем дальше. Здесь у нас целое наборище. Набор для уборки стоит 1999. Скребок со съемной чистящей насадкой. То есть это протерли, протерли. Дальше. Здесь у нас швабра. Для влажной уборки тоже снимается, все стирается. Здесь у нас, я не знаю, как ее правильно назвать, но в комплект идет вот такая вот штуковина для уборки пыли. То есть это в радиаторах, батареях, куда-то повыше, в узкие места, плюс она гнется. Здесь два вида насадок. Плюс еще вот такая губочка, но эти губочки можно купить еще и отдельно. 149 рублей стоит вот две такие губочки. То есть, и еще, смотрите, то есть у той насадки съемная, можно еще вот такую щетку-сметку одеть. Она тоже снимается и тоже чистится. Мне неудобно, я боюсь, честно, ногти сломать. Еще швабра за 799 рублей плоская, с отжимом. Мы смотрели с вами такую круглую. Я иногда жалею, что у Зимы уберутки заняты камерой. Я не справлюсь. В общем, позорище мне, хейтеры, налетайте, но я я не смогла. Набор, про который мы с вами говорили за 2000, выглядит он вот так. Телескопическая ручка, насадки, тряпочки, съемнички, шваброчки. Вешалка. Называется СЛУП. СЛИП. 8 зажимов отдельно отлично подают для развешивания нижнего белья и носков. То есть, фактически, вот, повесили и сюда 8 предметиков. 49 рублей у клиентов уже практически у каждой девочки в заказах данная штучка присутствует. Классика жанра лампа Торциал 999 рублей стали появляться в лаконечных, красивых, спокойных цветах. Светло-бежевый цвет и при этом она еще и глянцевая, с глянцевой, красивой, отражающей поверхностью. Но нижняя, внутренняя часть, как была белого цвета, так она и есть белого цвета. А мы с вами плавно потихали. в лаконечных цвета, в лаконечных цветах. А можно сказать слова обнять и плакать. Это аналог Торшера Нут. Стоит 1300. Скрипит по-черному. Плафончик, вот этот, кстати, похож. Но вот эта чашечка более маленькая. То ли так собрали, то ли он такой есть. Но вот с жиблой дальше некуда. Собрали? 1300. Цвет черно-белый. Два регулятора, как обычно. Верх и вниз. Лампочка стандартная с 14-м цоколем и с 27-м. И за 800 рублей такой Торшер. Кстати, хорошее основание. В виде одной чашки. Фактически это нут. Поэтому все, кто не успел взять нут, велкам. Икея приготовила аналог. Ценник, кстати, такой же, как у нута. Торциал еще и в нежно-голубом цвете. Почему подвела сюда? Хочу показать сравнение матового торциала и глянцевого. То есть глянцевый торциал смотрится более лаконично, что ли. И такие красивые оттенки, пастельные, более глубокие, радуют, что линейку все-таки расширяют по цветам и представляют ее в разных ракурсах. Пойдем вот к той настольной лампе белой. лампа толь бежевого цвета 1300, регулируемый штатив и регулируемый плафон. На самом деле удобно. То есть свернуть можно в 33 погибели. Кнопка выключения находится в основании самой лампы. И для металлической лампы такой вот гибкости я считаю, что это очень адекватно ценит 1300. лампа флукбум. Из этой серии есть торшеры, есть светильники. Можно сделать, наверное, все-таки это больше в кабинет. Это никак не детская лампа. Стоит 2500, никелированное плюс стекло, красивое белого матового оттенка стекло плюс серое основание. Стоит 2500. 1300. Такой интересный светильник. Нолпункт 34 сантиметра, цвет белый. Ну, фактически он в такой кремовый оттенок уходит. И при этом, смотрите, это три отдельных крыла. То есть легко разбирается и легко обратно собирается. 34 сантиметра это у нас высота. Диаметр 15 сантиметров. Дает такой красивый рассеянный свет. Мне понравилась сборность-разборность самой идеи. То есть в виде такого лепесточка можно сделать. Пойдем дальше. В принципе, я бы назвала это уже классика. Потолочные шины. Потолочные шины Вирма. Никелированный на три лампы. Стоит 2000 на три лампочки светодиод ЖУ-10. Если я не ошибаюсь. Да, ЖУ-10 2000 в сером матовом цвете. Длина у данной шины 62 сантиметра. Сами стаканчики можно направлять. Это тоже очень удобно. Единственное, конечно, будете залазить, чтобы это делать. Дальше. Из пяти плафончиков тоже 9 сантиметров на пять лампочек. Тоже стаканчики крутятся. Можно направить как угодно. Прямой, по бокам, друг к другу. Ну, в общем, они вращаются вокруг своей собственной оси. Я думаю, что это удобно. Еще один светильник из этой серии. Потолочный софит, три лампы, моноцит, никелированный, 4000. Интересный лаконичный дизайн. Крутятся стаканчики как вам удобно, но только вперед-назад, то есть в глубину и ходят. Здесь они отходят. То есть делать можете по своему разумению. Сейчас посмотрим, какая лампочка. Тоже джоу-10. Ну, такой необычный, я бы сказала, своеобразный светильничек. Так, сейчас я еще быстренько осмотрюсь, потому что мне кажется, в светильниках, да, вот еще новенькие есть штучки. Светильник дейса, стекло, ручная, кстати, выдувка, поэтому очень аккуратно с ним обращаемся. И шнур. Шнур двойной металлический плюс тканевый. Очень интересно смотрится, стоит 6 тысяч. Лампа настольная, строла. Я думаю, все помнят обзор рум-тур на бару Машу, которая показывала про керамический домик, которым она сделала из слюды окошки. Вот здесь, в принципе, то же самое, только домик железный и из пластика окошки. красивая, 2 500 с подсветкой без подсветки. Ну, прям такой зимний вечер уже. Еще одна подсветка, я думаю, вот эта подсветка очень быстро разбежится. Очень надеюсь, что Икея привезет их побольше. 700 рублей. Очень красивые рассеянные звезды. В выключенном виде вот так. Тебя слышно? Дима из-за кадра подсказывает, что эта иллюзия преломленный свет. Я не сильна в физике, для меня просто красивые звездочки. Здесь еще вот такой домик с подсветкой, в него унесли вставлять батарейки, стоит 999. рублей, вот так красиво упакован. Можно даже подарить. Надеюсь, сейчас принесут, и мы сможем показать. Керамический бежевый домик. Будем ждать домик? Я не понимаю в этом, честно. Управляемая розетка 999 рублей. Тротфри. Для того, чтобы ее использовать, потребуется одно из устройств управления серией тротфри. Пульт дистанционного управления беспроводной реостат или бесприводной датчик движения, чтобы подключить управляемую розетку к сетевому блоку и приложению. Дима на меня так хитро смотрит, говорит, скажи волшебную фразу. Икея, дайте на обзор. Я сомневаюсь, Дим, что эта идея с донесением до Икеи дайте на обзор дойдет до кого-то. Мне кажется, она пройдет просто мимо. Новые лампочки. А что, я боюсь своего товара? Не знаю. А тебя слышно? Да. Теперь слышно. Луном каплевидная прозрачная лампа Е2... Потом мы и так найдем, где надо. Это мы найдем. Е27 260 люменов. Пойдем в отдел хранения. Кое-что, как уже говорила, повторяется из Винтера. Подставка для бутылок 2 штуки 300 рублей. Интересный дизайн, красивый в этот раз. Можно использовать не только как Новый год, но и в другое время года. Золото с золотом. Так, дальше. Вот эту подставку я искал. Вот этот органайзер. Стоит он 900 рублей. Да, я не ошибаюсь. Тканевый из этой же серии нам нужна подставка под ноги ребенку. Раз карман. Два большой карман. Здесь по кармашку. Сюда можно что-то положить. И здесь куча кармашков. Вот куча. То есть фактически для первоклашки, у которых дофига просто всего, использовать можно по назначению. И при этом убрали. То есть даже возможно что-то переносить. Так, едем дальше. Пойдем вот сюда. Хочу обратить внимание на винтер. Мы смотрели с вами салфетки. Оберточная бумага в таком же цвете. 149 рублей зеленый орнамент за 3 метра. 3 метра 149 рублей в елочку. Бумага крафтовая. И вот такая серебристая бумага. Ну, в принципе, они довольно-таки плотные. Вот дешевле бумага икеевская в районе 99 рублей. Она совсем тонкая, очень быстро разваливается и быстро разлетается в никуда. Так, комод пальмра. Правильно что ли хоть называют? Пальмра. Черного цвета. Был такой синий, теперь еще есть черный. Ну, кто как комодик использует, кто как какое-то приспособление для всяких мелких вещичек. Из плотной бумаги хорошего качества. Главное, не мочить, не рвать. В противном случае от комодика останутся рожки да ножки. 129 рублей. Сумка в белых медведях. Ну, что-то как-то сумочки стали так сделаны кривенько. Смотри, сколько ниток. Не знаю, мне кажется, сумки, которые были до, они более крепкие. Кстати, кто уже взял, расскажите, как по плотности по сравнению, например, с предыдущими линейками. А мы пока пойдем по выискиваем еще что-нибудь новенькое. Вазы Fallen Hat. 699 рублей. Вот в таком виде. 13-16. Длина 15, высота 16, диаметр 13. Каменная керамика, цветная глазурь. Из этой же серии, но уже с нижним оттенком в матовое, 1321 см. И здесь уже плавные переходы, как вот от гончарного круга. И большая, кстати, обращайте внимание, могут быть такие потертости. 1317 см. отметки Handmade нет. Дальше идем. А, нет. Ваза Gradvis. 21 см. Прозрачное стекло с золотой крышечкой. Наверное, чтобы букетик не бегал. 1000 рублей. И маленькая ваза Gradvis. Ей в пару 299 рублей 15 см. Настенные часы. Пепс Кафт. А кастинет их нигде? Нет, пришрубленных? Интересные часы. То есть, в принципе, время бесконечно, можете делать его сами. Суть, наверное, посыл такой. Стоит 999 рублей. Часы Тунис. 499 рублей. Секундная стрелка. И металлические часовые. Стандартные, классические цифры. Плотный пластик. Я все выискиваю новые будильники. По крайней мере, на сайте я их видела. А в магазине еще нет. Сейчас попробуем найти. Меня, знаешь, что интересует, что хочется показать? Вот эти будильники. Клокис. Я надеюсь, меня слышно? Трясущийся звук. Друзья мои, это не является браком. Мы так и не смогли клиентке в нашей службе доставки донести эту информацию. Она сказала, что ей часы, в которых что-то трясется, не нужны. То есть, вот этот механизм, это, как Дима объяснял, типа поплавка? Там шарик с контактами. Шарик с контактами. Он понимает, в каком положении будет. Тебя было слышно? Не важно. В общем, здесь шарик с контактами, который включает будильник. Поэтому это браком не является. Включает будильника, включает то положение, в каком стоит. В общем, это браком не является. Один на ту сторону, там какие-то части есть. Облом, новинок, которые на сайте представлены, нет. Нам осталось заглянуть в свечи и нам осталось заглянуть в постеры. Доска для записи. Очень интересной формы. Ее не обязательно крепить к стене, хотя можно. Крепится к столу. Кстати, давно Икея обещала такое сделать. Наконец-то сделали. стоит две тысячи рублей. Она у нас получается 10 лет гарантии. 3000. Это как? Он закроет стола. Ну? И пишет такую тему. А какую? Это шпигово тоже. За одной скроется. Рама с постером Кнопенг. Называется «Маленькие птички». На самом деле это такая условная новинка. Рамы Кнопенг постоянно появляются с разными постерами. Но вот это, наверное, одни из самых удачных. Здесь очень лаконичные картины. Возможно, я сейчас не сумничаю, на меня опять налетят хейтеры, но у меня такое ощущение, что это особенно подобного плана картины, которые использованы в виде репродукции каких-то художников. Поэтому, если кто-то знает, расскажите, пожалуйста. А мы пойдем искать что-то новенькое еще. холст мыс Рока Португалия 140 на 2 1999. Очень красиво смотрится. Такая живая картинка. И чем-то напоминает Крым. Но мы не прощаемся с постерами. На самом деле их очень много, и я вижу, что они не все висят. Но, раз они висят не все, мы вам их покажем. 1299 картина лист. Триптих из двух штук. Шишки. Шишка и листик. На фоне золотым таким красивым тиснением это нанесено. Вообще ощущение, как будто вышивка. Дальше. Три картины уже. Пьетерит. Приключения. 30 на 40 стоит 1300. Эдвентура. Человечек. И еще человечек. Это все холстки, уже натянуты. Бери и вешай. Рамка фикс бы здесь затесалась, она здесь не в тему. Дальше. Пьетерит. 849 сказка 2. Принцесса, лось и лес. Классика. Кто-то кого-то спас. 999 рублей. Любопытный. Ты их нашел? Очень красивое, такое интересное животное. Лама. Интересно, кто? А еще вот такая зеленая картина за 1500. Дима, они где-то висят? 118 на 78 уже на холсте на подрамнике. Да, тоже новое. Пьетерит. Большие города, 30 на 43 картины. Нью-Йорк, Лондон, Париж. Карты городов. Картины на самом деле очень много, но, к сожалению, почему-то не обновили выставку, потому что в холстах они представлены. Вот, например, Манхэттен с высоты. Фактически его нет. 140 на 100. Да, то есть мы смотрели в других городах, в Нижнем пока еще не повесили. Я очень хотела увидеть шикарнейшего тигра, но его, к сожалению, нет. Кстати, вот тоже новая картина. Дерево в пустыне. 2000 рублей. Интересно, объемная картина за счет перехода цвета. 100 на 70. Еще пару полотен, которые можно показать и без выставки. Так, большие цветы это вот. 118 на 78. Мы смотрели зеленое. здесь подобные рисунки, но уже в черном цвете. Вообще такое ощущение, как будто примерно Алиса в стране чудес в таком стиле сделала. Здесь, к сожалению, ценника нет, хотя лишневое дерево в саду уже по фэмили, но на выставке тоже нет. Похоже, нашему нижнему немножко не хватает места для картин. Увы. Пойдемте еще заглянем в зеркала, может быть, там найдем что-то новенькое и заглянем в кашпо с цветочками. Полки для картин Масленда появляются в новых цветах. Бледно-розовый грецкий орех. Вот он, грецкий орех. 399 рублей 55 сантиметров. Розовый цвет. На самом деле, я считаю, это удачное решение, когда полка, которая полюбилась покупателем, можно приобрести в разных цветах и обустроить разные зоны в квартире или в доме. Зеркало Сванцелла. Два вида за 5 тысячи и за 4 тысячи. За 5 тысяч 78 на 78 в золотом подрамнике, каркас полистирол и стекло. В принципе, в Укее все это безопасно, даже если это разобьется, никто не повредится. И золотой 63 на 63 за 4 тысячи. Очень напоминает определенный стиль картин, подходит только к определенному виду помещений. Поэтому, если кто-то уже взял, покажите, пожалуйста, куда вы их повесьте, где они у вас будут жить. Появились довольно-таки семантичные пьедесталы. Линейка называется Оливблат 1699. Стоит вот такой пьедестал овальной формы, двухъярусный. Здесь, очевидно, полочка кривоватая или так собрали. 56 сантиметров можно использовать на улице, использовать дома. 1700 стоит вот такой в три яруса. Очень удобно располагать растение. И вот такой, я бы назвала его одноярус, но на самом деле здесь два. Просто кругленький, 799 рублей, верхушечка съемная. Очень напоминает мини-столий голодом. Ну что, друзья мои, по новинкам, которые появились в сентябре, их на самом деле намного-много больше, к сожалению, либо объемы магазина, либо логисты, причина в чем-то, в том, либо в другом, не все еще представлены в магазине. Поэтому, если вдруг в вашем городе есть уже какие-то новинки, которых вы не видели, у нас в обзоре не обессудьте, их просто физически нет в Нижнем Новгороде, и мы не можем вам их показать. Не забываем делать стандартные для Ютуба действия, нам будет приятно, каналу полезно. Делать репост, рассылать в любую соцсеть, либо к себе, например, на стену, если вы живете ВКонтакте либо в Одноклассниках, ставить колокольчик, не забывайте подписываться. Я думаю, что в ближайшее время мы возобновим прямые эфиры. В прямых эфирах мы будем отвечать на ваши вопросы, поэтому, если вы не будете на нас подписаны, увы, вы такой эфир пропустите. Вы были в Нижнем Новгороде с Ютуб-каналом про Икеа. Всем пока!